Как распорядиться вот этим самым, ну без малого месяцем, который оказывается, ну вот мы все на локдауне и нет возможности посещать какие-то концерты, выставки, мероприятия, в том числе это может быть спортивный, массовый, все, в принципе, будет сейчас крутиться вокруг дома, наших квартир, и в принципе, почему бы не запастись книжками вот на время локдауна, образовавшееся время использовать для того, чтобы не сидеть за компьютером, там не чатиться с кем-нибудь, а просто почитать хорошие, интересные книги. И мы хотели бы спросить, что почитать, вот поговорить об этом с книжным экспертом, с представителем книжной сети «Полярис». Марк Гурьев у нас на прямой связи. Здравствуйте, Марк. Доброе утро. Здравствуйте. А я, кстати, запасся. Накануне, ну в тот момент, когда правительство сидело и там принимало решение, еще не было ясно, закроют, не закроют, в прошлый же локдаун книжные были закрыты, и я сходил и немножечко затарился. Ну, а, кстати, надо отметить, что книжный магазин действительно приравнен к товарам книги. Первой необходимости. Это очень приятно. Да, наверное, это тоже говорит о том, какая роль все-таки книг в нашем обществе. Марк, ну вот несколько слов, может быть, действительно, что посоветуете для тех, кто читает детективы, любит фантастику, любит, может быть, нон-фикшн, какие-то самые интересные новые книги? Да, обязательно поговорим об этом. Ну, вначале я просто в двух словах хотел сказать чуть-чуть шире то, о чем вы сказали, да, что, к счастью, действительно, книги у нас приравняли к товарам первой необходимости, и это правильно по большому смыслу. Поэтому наши магазины открыты и работают, в том числе по выходным, что тоже важно. И самое важное, наверное, то, что они открыты для всех, как привитых, так и непривитых, да, и, соответственно, при входе в магазин сертификаты не нужны. Это первое, что хотел сказать. Второе, хотел сказать, что, ну, не только книги, а, собственно говоря, все остальные товары, там, ручки, игры, глобусы, в общем, все то, что необходимо, в том числе и школьникам, да, это также продается, также можно совершенно свободно купить. Вот, ну, а, соответственно, все-таки для тех, кто не хочет или опасается ходить по магазинам в период локдауна, ну, для них всегда работает наш интернет-магазин книга.лв, очень легко его найти. Вот, ну, и там с доставкой всеми видами, известными видами, через покоматы, через самовывоз из магазина можно заказать все любые книжки. Так что заходите, заказывайте, читайте. В общем, обычно, обычно, это фраза, которую, хочу сказать, уместно в конце разговора, ну, или, скажем, в начале. Очень хороший девиз озвучил некогда Великий Умберто Эку. Одна из его книжек, так и называю, вас не надейтесь, избавиться от книг. Возможно, что она у вас тоже есть. Вот, поэтому, ну, теперь мы можем, собственно, перейти к тому, что почитать. На самом деле, нас многие спрашивают, а вообще вы новые книжки будете привозить? Конечно, новые книжки мы привозим, привозим каждые две недели, и поэтому их можно почитать, и с ними можно ознакомиться. Но я скажу сейчас, может быть, о самых таких ярких, и, ну, наверное, хотелось бы сказать, как ни странно, в первую очередь, о книжках детских, потому что, ну, вообще-то приближаются уже новогодние праздники. Вообще-то уже пора заготавливать подарки. И сейчас уже самое время это делать, да, поэтому, ну, вот, если коротенько пробежаться по списку детских книжек, да, то, конечно, всех порадовала Джоан Роулинг, многие уже, наверное, знают. Да, соскучились всем по новым книгам, именно детским, потому что она ушла в детективную литературу, писала в основном. Да, но появилась же сейчас не связанная с Гарри Поттером книга. Да, именно сейчас вот детская, но не связанная с Гарри Поттером. Да, на самом деле, это такая добрая, не сказать, что очень милая, поскольку там страшные события происходят в том числе. Но замечательная рождественская сказка называется «Рождественский поросенок» о том, как мальчик и семилетний, по-моему, ищет свою потерянную игрушку в стране, в которой она потерялась. Да, там очень интересно. И книжка неплохо иллюстрирована таким известным британским художником. В общем, стоит обратить внимание, да, но помимо этого, кстати говоря, я раз уж мы упомянули «Роулинг», то для всех поклонников Гарри Поттера пришла замечательная книжка «Кулинарная книга Гарри Поттера», где рассказаны всевозможные и показаны, главное, в очень таких стильных фотографиях, красивых рецепты из «Гарри Поттера». Как известно, там часто упоминались различные блюда, которые готовились к различным волшебным праздникам и так далее. И вот все это есть в книге Тома Грима. Там жевательные слизни, там можно найти массу всяких таких интереснейших, там суп из крови летучих мышей, но на самом деле там сироп нужно заварить. Ну, то есть какие-то такие… Ну, я думаю, для детей… Учитывая то, с чего началась пандемия, так себе рецептик. Нет, ну это все любопытно. А там еще есть советы Эльфа Добби, который помогает, значит, говорит, замените этот ингредиент там типа алкогольным. И тут уже не только детишки, но и для родителей может этот коктейль получиться очень вкусно. Ну, там какие-то всякие смешные вещи. Да, именно для всех эта книжка, потому что, собственно, Гарри Поттер от мала до велика любят. Вот, да, поэтому там, да, действительно, можно и коктейль найти. Но, что самое интересное, книжку еще можно использовать как арт-бук. То есть она такая, как это называется, вдохновляющая, да, потому что не просто картинки или какие-то фотографии, они сделаны в таком вот очень… Как некие такие произведения искусства, и вполне себе могли быть иллюстрациями к настоящему Гарри Поттеру. Вот так. Вот. Ну, кстати говоря, помимо, все-таки, если чуть-чуть еще про детские книжки сказать, да, ну, во-первых, хотелось бы для малышей отметить, появился новый «Вимельбух», такая книжка с Новым годом, так и называется, где можно разглядывать очень много-много мелких деталей, или там часами, в общем, эти детали находить вместе с малышами. Ну, и, соответственно, эта книжка способна занять ребенка на очень-очень долгое время, даже самого маленького, там, кухлей. Вот. Но помимо этого еще много всяких книг про Новый год. Вот. Их можно будет в магазине посмотреть, увидеть. А про новогоднюю еще одну книгу мы хотели сказать. Пришла такая книга-игра. Знаете, есть такие книги-панорамки, они с раскладывающимися всякими такими в стиле оригами, композициями панорамными, да, вот вырезанными из картона. Называется книжка «Секреты гномов». Она такая рождественская, то есть там можно не только рассматривать панорамки и там все узнать про гномов и Рождество, но и сыграть в интересные игры. Книга очень большого формата, очень большого, даже сказать, редко такого формата бывают книжки. И вот она такая тоже для всей семьи. А иллюстрации к ней сделал известный художник, детский иллюстратор Тони Вульф, да. Его тоже многие знают, родители, которые детские книжки покупают, очень-очень разные. Вот, ну и, кстати говоря, если уж говорить о художниках, да, то вышла очередная книжка для поклонников аниме и великого художника Хаяо Миядзаки. Но на этот раз она, скорее, его биография, называется она «Вселенная Хаяо Миядзаки. Картины великого аниматора в детали». Вот там рассказана, как бы, и, собственно, его биография, и, ну, самое главное, интересные факты о его студии, о его работе. И, в общем, поклонники аниме будут страшно рады, я думаю, ознакомиться с этой книжкой. Вот. А вот все поклонники книг и любители книг, книголюбы, обязательно, конечно, обратят внимание на книжку, которая, ну, называется она «С юмором», написана с юмором. В общем, 187 книг, которые должен прочитать каждый дурак. Вот так она называется. Книжка совершенно замечательная. Ну, 187 книг, не так легко запомнить название, но если уж вы цифру запомните, 187 книг, да, то вам ее обязательно найдут и покажут. 187 книг, которые должен прочесть каждый дурак. Автор Табашникова, известный критик, критик Артуровед. В общем, книжка с юмором. Читатели и любители книг обожают такие антологии, да, потому что всегда, когда начинаешь в таких книгах узнавать, на что-то натыкаешься, что вот этого я не читал, а как же так. И, в общем, слово за слово, и глядишь, ты уже обзавелся новыми книгами, которые тебе посоветуют. Да, книжка очень интересная. Вот, ну, для тех, кто хочет, опять же, совместить приятное с полезным, ну, то есть, с одной стороны, узнать, что-то интересное, с другой стороны, такое, чтобы было с юмором, да, то вот, как бы, такой раздел про нон-фикшн можно было бы начать книгой Джерри Тоннера «Бесславие. Преступный древний Рим». Джерри Тоннер – это британский, очень остроумный профессор античной истории, который прославился книжками «Как управлять рабами». Еще там у него было продолжение «Опгрейд по-римски», так называлось. В общем, суть в том, что, рассказывая о Древнем Риме, он рассказывает о нашей современности. Вот так, там параллели, которые проводятся, вот, ну, буквально с подачи Джерри Тоннера. Читатель видит, что, в общем-то, за 2000 лет ничего не изменилось. Те же корпорационные схемы политиков, да, тоже там… Как управлять рабами, она замечательная у меня была. Да, бизнес-менеджмент, политика, в общем, все, все приемчики, которые были тогда, они сейчас используются, но можно вооружиться, так сказать, знаниями древних. Меня больше всего поразила там вот параллель, который он проводит между торговлей, поддержанными машинами и рынком рабов. Ну, то есть, вот как рабовладельцы скрывают дефекты раба, пытаются как-то его приукрасить, загримировать, затереть там синяки, ссадины, чтобы он не выглядел там слишком дряхлым. Скрутить пробег. Да, а здесь вот, ну, ничего не… Ну, то есть, ну, заменить одно на другое, те же самые приемы. Ну, все, 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 не только касаемо продажи вот этой вот рихтовки какой-то, а, ну, в принципе, переносено действительно, как Марк говорит, в современности из Древнего Рима все эти же самые приемочки. Да, ну и вот новая книжка, думаю, порадует всех, кому рабы понравились, да, они просто бестселлером стали, когда вышли. Вот, ну и хотелось бы еще обратить внимание на такую отличную книгу, она большая, иллюстрированная, да, и стоит несколько дороже, чем обычные книги, но она того стоит, да. Это книга «История викингов. Дети, Ясеня и Вяза» издательства «Колибри» Азбука. Давно ее анонсировало, наконец-то она вышла, она большая, она с прекрасными иллюстрациями, ну и, наверное, из тех, что мы видели книг про викингов, наверное, на данный момент это самое лучшее. Называется, ну, «История викингов», а под заголовок «Дети Ясеня и Вяза». Эти «Дети Ясеня» должно запомниться, да, потому что про викингов было много книг, но это особенное очень. И также крайне интересная книга в очень популярной серии «Страдающие средневековья», многие читатели ее знают, книга Теана Зеленина «Изгой средневековья. Черные мифы и реальность», которая посвящена истории евреев в Европе, их жизни, сосуществованию вместе с христианами на протяжении столетий. Но самое главное, в подзаголовке «Черные мифы» скрывается очень многообещающий такой подзаголовочек, потому что действительно все, что мы знаем об этом времени, наверное, большая часть — это вот как раз те самые черные мифы, а в реальности было несколько по-другому. Вот, а с этим ознакомиться можно будет в книге «Изгой средневековья». Ну, еще выпустили отличную книгу британцы, британские авторы про историю пишут. Прекрасно. «Краткая история Европы» профессора Дженкиса. Вот она так называется, «Краткая история Европы». На самом деле она большая, она увесистая. И для тех, кто, ну, у кого нет времени читать 150 книг, которые на тему истории Европы есть, она вполне способна, вот так сказать, одним томом восполнить пробел ваших, возможно, знаний о Европе. И поэтому, конечно, всячески рекомендуется. Думаю, будет интересно. Кстати говоря, если уж историю немножко связать с повседневностью, вышла очень интересная книга в серии «Повседневная жизнь». «Человечество» – очень известная серия. Книга называется «Повседневная жизнь большого театра». Вот, от Федора Шаляпина, ну, вот там до, почти до Майи Плесецкой, ну, почти до наших дней, да. Книга крайне интересная, с большим количеством фотографий архивных, с неимоверным количеством всевозможных реальных историй, баек, с рассказом о жаргоне артистическом, богемном, о том, какие невероятные истории происходили в этих стенах, да, в стенах большого. И вот книга, я думаю, что для всех поклонников, для всех любителей искусства, да, и в частности, балета и большого театра, и оперы, она будет крайне интересной. Вот, и еще, так сказать, одну книжку, хотелось бы особо отметить, это она примыкает к нашей теме, вот такой, к теме искусства, биографии, мемуаров. Ну, на самом деле, эта книга, точнее, целая серия книг вышла от издательства «Сеанс» про актеров и режиссеров, ну, серия не имеет как такового названия, да, она называется просто именами этих самых актеров, но вот мы хотели бы сакцентировать внимание на том, что вышла книга, которая называется просто «Бодров», да, «Бодров», посвящена она Сергею Бодрову-младшему, безвременно погибшему, как мы все знаем, в 2002 году на съемках, на Северном Кавказе, и книга очень стильная, с большим количеством таких, действительно, таких архивных фотографий, она в таком черно-белом стиле, ну, вообще вся серия выдержана в таком синематографически черно-белом стиле, да, там можно будет, если вы просто на нашем сайте наберете «Бодров», «Бодров», ну, очень легко запоминается, да, то там, кликнув на издательство «Сеанс», да, можно будет увидеть, о каких еще режиссерах и актерах… Да, Марк, к сожалению, у нас просто время… …предсерии… Марк, у нас, к сожалению, время, вот и стекло уже практически, вот как-то мы не успели толком поговорить даже о художественной литературе, все на нон-фикшн. Марк, спасибо, просто у нас уже… Да, про детективов, детективов всегда много. Не-не-не, Марк, все, нам пора прощаться. Просто у нас показывают, что время, да, у нас просто… Огромное спасибо за этот экскурс, конечно же, книги… Хорошо, что книги можно купить в локдаун. Ну, и надеемся, что наши слушатели так и сделают. Спасибо большое, Марк, всего доброго, хорошего дня. Ну, а мы буквально через несколько минут прозвучат новости, а после этого программа «Климат-контроль» с Константином Рангсом поговорим о делах вот наших насущных, что сейчас вот как локдаун отразится на экологии.